Потребность обучения младших школьников правилам пожарной безопасности подтверждает статистика происшествий, связанных с неосторожностью и шалостью детей. Одним из самых эффективных способов обучения является проведение игровых занятий, в ходе которых дети отрабатывают правила поведения при пожаре, развивают ловкость, сноровку и реакцию. Игровая форма, конечно же, всегда намного лучше усваивается детьми, нежели чем мы просто им прочитали лекцию. Конечно, ребятам интересно, у нас был отрицательный герой Шипокляк, которая и сама училась обращаться со спичками, и ребята тоже в том числе. Поэтому я думаю, что игровая форма наиболее легкая для усваивания для детей младшего школьного возраста. Ребята образцового ансамбля «Солнышко» показали сказку «Теремок». В центре сюжета театрализованного представления стоит тема пожарной безопасности. Сказочные герои показали школьникам результат неправильного обращения с огнем и электроприборами. «Теремок» Мы в своей программе использовали театрализованный замечательный момент – это противопожарная сказка «Теремок», в которой принимают участие ребята, которые занимаются у нас в школах, в начальных классах и даже дошколята. Эту программу мы возили на краевой конкурс, который назывался «Юные таланты за безопасность», который проходил в городе Краснодаре, и наш коллектив занял там первое место в краевом конкурсе. И, конечно, ребятам было приятно поучаствовать в этой программе, показать то, чему они научились. И ребята, школьники, с большим удовольствием смотрели именно вот этот театрализованный момент, где неумелое обращение героям, героями «Теремка» с огнем, с бытовыми приборами, с петардами привели к пожару. И я хочу сказать, что ребята очень внимательно смотрели, я думаю, что они сделали для себя выводы. Школьники закрепили полученные знания в игровой форме. Ребята должны были отличить верные утверждения от заведомо неверных. Заключительным заданием был звонок на 01. Ребята учились правильно вызывать пожарную команду, называя при этом имя, фамилию и домашний адрес. Увлекательной стала и викторина. Все участники показали прекрасные знания правил пожарной безопасности, грамотно отвечали на тематические вопросы, наглядно демонстрировали правила безопасного поведения до, после и во время пожара. А в перерыве между конкурсами вокальный ансамбль «Солнышко» радовал всех своими песнями. Подобные мероприятия очень важны, ведь они позволяют формировать у детей представление о пожароопасных предметах, прививать навыки правильного обращения с огнем, учить детей правильно действовать при обнаружении пожара, тем самым устраняя угрозу здоровью малышей и даже их жизни. Я думаю, что это послужило хорошим уроком ребятам. Во-первых, мы их научили, как правильно вызывать пожарную подмогу. Ребята, очень многие даже не знают, что говорить телефон, если вдруг случится беда, они даже не знают. То есть мы сказали, как вызывать пожарную помощь, что делать во время пожара, первое, второе, третье. То есть ребята научились именно правилам безопасности, научились обращаться с электробытовыми приборами, со спичками. Но я думаю, что время не прошло даром, и что и ребята, и участники все сделают определенные выводы. Уважаемые жители, доводим до вашего сведения информацию о предоставлении льготно обращения муниципальных учреждений культуры, действующих на территории Лобинского района. Музей истории и краеведения имени Федора Ивановича Моисеенко. Право на бесплатное обращение имеют многодетные и малообеспеченные семьи, воспитанники детских домов, военнослужащие, дети до 18 лет в последний день каждого месяца. Лобинский выставочный зал. Право на льготное обращение имеют учащиеся классов казачьей направленности и учреждений дополнительного образования, воспитанники реабилитационного центра «Радуга», участники Великой Отечественной войны и военнослужащие срочной службы. Центр досуга и кино «Восход». Дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, имеют право на бесплатное обращение один раз в месяц на дневной сеанс. Начало сеансов в 12.00. Детские школы искусств. Право на бесплатное обучение имеют лауреаты краевых всероссийских конкурсов в течение последующего года после присвоения звания, дети, не имеющие родители, воспитанники детских домов, дети-инвалиды. 50% скидки на обучение имеют дипломанты краевых. Всероссийских конкурсов, лауреаты республиканского конкурса в течение последующего года после получения диплома. Дети многодетных семей, дети сотрудников детской школы искусств, дети, потерявшие кормильца в период обучения в школе искусств. Если более одного ребенка из семьи обучаются на двух отделениях, то льгота предоставляется одному воспитаннику школы. Культурно-досуговые учреждения. Право на бесплатный вход имеют дети-инвалиды и подростки, находящиеся в социально опасном положении. Культурно-досуговые учреждения.